привет лёха еще раз и снова политика и снова парад победы как будет проходить парад победы в условиях пандемии 24 июня на красной площади в москве пройдет военный парад и значение он должен был пройти 9 мая в день формального окончания великой честной войны но в этом году его перенесли из-за пандемии коронавируса который еще не закон как будет проходить парад в таких условиях вот как он в общем будет проходить ну как-то он будет проходить недавно навальный сделал свое расследование но как обычно навальный занимается постоянно разоблачением всех этих чиновников бизнесменов чиновниц и так далее и в этот он раз сделал как обычно но что поражает сколько денег в общем было было уже потрачено на этот парад победы 254 миллион рублей 86 миллионов рублей 60 миллионов рублей и того у нас с вами получился уже почти миллиард и это только по данным госзакупок вы только вдумайтесь сколько потрачено было денег вообще я считаю это бессмысленно делать этот парад победы 9 мая было лукашенко в белоруссии провел 9 мая дорогие ветераны великой отечественной войны почему лукашенко и путин не могли договориться касаемого 9 мая но то есть лукашенко мог путину вот что предложить если вы не хотите 9 мая если вы не хотите полноценно проводить 9 мая то мы можем за вас провести это 9 мая то есть принести некую жертву за вашу страну и за страну белоруссии то есть вам не нужно будет проводить тогда в своей стране то есть касаемо россии ваш парад победы вот к уважение к своей стороне просто ведь вы вместе воевали вы соседи братья и не нужно делать этот парад победа 24 июня потому что это бессмысленно это пустая трата денег а в россии решили 9 мая отложить и перенести на 24 июня был проведен социальный опрос нужен ли людям парад победы и большинство ответили что им не нужен россиянам не нужен парад победа обратите внимание когда это было опубликовано эта статья девятнадцатого июня не так давно пару дней назад уже лет шестьдесят день победы проводится формата глянцевого аттракциона в центре внимания давно уже не ветерана а партийные функционеры и ракетные комплексы политики активно экспортируют победонесные скрепы пытаясь конвентировать народным патриотизм в голосах на выборах праздник действительно народно но люди устали от пропаганды и демонстрации военной мощи не зря главным событием последних лет становится не военный парад на красный площадь а марш бессмертного полка как видно большинство опрошенных считает день победа праздником для ветеранов они для себя самый главный национальный праздник 18 процентов праздник больше для ветеранов войны 48 кома 3 процента обычный выходной день 13 кома 3 процента затрудняется ответа 20 кома 4 процента но это еще это еще это еще не конец потому что путин еще отдал приказ бессмертный полк но чуть позже поэтому предлагаю тем не менее провести марш бессмертного полка тоже после парада но после другого на месяц позже а именно 26 июля я не припомню чтобы в российской федерации вот такое был вообще за всю историю современной россии такое впечатление склады что путин сидит и такой говорит а давайте мы сделаем карнавал в россии у меня же деньги есть то есть не у меня а у нашего государства российского есть деньги почему мы не можем сделать еще один праздник вот я не понимаю какой нужно устраивает парад победы какие-то карнавалы грубо говоря если у людей сейчас деньги заканчиваются половина россии там где-то бедная становится чтобы вот эти парады делать люди лучше государство помогало бы своим гражданам и не трогало бы этих уже ветеранов просто людям это уже просто надоело люди уже они уже не дураки они понимают что нужно чтобы государству что-то другое как-то по-другому начал действий иначе получается что они у них все вот так построено что парад победы это самое главное что должно происходить каждый год в россии и государство она не делает это в интересах уже простого народа она делает она делает это в первую очередь своих интересах не в интересах простого народа вот если я был президента президентом россии или кто-то другое место меня то я 9 мая отложил бы на следующие 9 мая 2021 года а